Здравствуйте дорогие одноклубники. Хотелось бы вам на сегодня показать вязание поводков. Я когда-то много лет назад от одного товарища услышал, что можно поводок иметь, который действительно тебя никогда не подведет. Я покажу вам, не буду вам брать очень тонкие материалы, я вам покажу, здесь у меня есть нержавеечка, чтобы это было наглядно видно. Вот так вот, возьмем сантиметров 30. Для изготовления поводка нужно пассатижи. Пассатижи я обматываю или скотчем или каким-то материалом, чтобы не поранить поводковый материал. Поводковый материал может быть каленый, если вы сделали маленький надрез или зазубрину, он в этом месте может поломаться. Из-за этого я губы обматываю чем-то таким. Нужны будут бокорезы, а самое главное, вот такой вот, как бы сказать, ржевая шарманка для себя. Вот такой вот материал, самый станочек для кручения поводка. Мы отрезали 30 сантиметров нержавеечки. Теперь примерно, мы где-то берем, где-то около двух сантиметров и делаем пальцами вот такой загиб. Вот, берем плоскогубки обмотанные, фиксируем, крест-накрест соединяем и фиксируем. Желательно, достаточно крепко зафиксировать, чтобы не было прокрута. Вот, теперь мы надеваем на крючочек. И желательно делать обороты в одну сторону. Вот я делаю всегда как бы тупо по часовой стрелке. Тут самое главное, не сделать, не переборщить оборотов и не меньше сделать, а как бы вот среднее. Но это с опытом у вас дойдет, плотность соприкосновения этих витков. Вот я примерно где-то 7 штучек их сделал. У меня вот, здесь вот так вот видно, вот видите, такой в принципе красивый получился виточек. Здесь язычок получился, он лишний. Здесь может происходить, при забросе полетеночка может за это за счет цепляться. Мы распутываем. Очень мягкий материал. Мы распутываем и лишнее, и лишнее я просто отрезаю. И обратно как борт. У меня сейчас столисты проволоки. Вот, теперь у меня здесь имеются, банально, я же не знаю сколько сантиметров, у меня здесь есть 15 сантиметров, 18 сантиметров, там 20 сантиметров. Как себя поворачиваю, линейка такая, измеряю. Вот мне нужен поводок, допустим 20 сантиметров. Все, я пальчиками отметил, опять загнул. Опять банально эти два сантиметра оставил себе две точки. Лишний отрезал. Сделал переход. И делаем раз, три, четыре. Вот даже здесь, на коротком расстоянии, можно сделать же больше завитков, можно меньше. Вот здесь мне хватило 4 оборота. И опять же получилась замечательная, хорошая скрутка. Лишнее я просто удаляю бокалезами. Материал для таких поводков применяется как гитарная струна, единица и второй номер. Единица, естественно, применяется для более маленьких приманочек. Вот. Второй номер можно сделать, ну, применяется для более габаритных приманок. Это уже примерно от 8 сантиметровых и выше. Поводки можно делать разной длины. Вот. Также поводковый материал можно применить из полевого кабеля. Вот. Я еще делаю, конечно, еду в струн материал и покупаю трос. Трос в облёточке. Я оплёточку снимаю. Там очень хороший, тонкий материал. Приманочки, такие как Ридж 35-й или потом 21-й Крэг Джерк, они не любят такие вот поводки. Они очень громоздкие, толстый материал и ломают игру. И действительно, поводки нужны очень тонкие. На данный момент не могу показать. Если в моем чудо-пакетике покопаться, у меня есть запасик, очень хороший. Это было сделано на заказ. Человек, который ловит такими приманками, очень маленькими, щучка бывает хулиганит и откусывает. А приманочки, вы сами прекрасно понимаете, они очень дорогие. Вот. Если будет видно, я сейчас попробую вам на этом белом материале показать. Действительно, эти поводки как ювелирное искусство. Вот такие тонкие поводки, они вам помогут и спасут ваши приманки. От щучки, мелкая щучка она срезает просто очень замечательно. Вот. В чем отличие вот этого поводка, именно с такими замками, от банального поводка, который, как бы, уже много лет существует на рынке. Кутюржок и, как бы, замочек. Вот. У этого замочка процент раскрываемости существует. Он может... Лично у меня, я потерял на головле две приманки. У меня не то, что там в головле, он же без зубов, то, что откусил там и еще что-то. У меня замок раскрылся. И я потерял приманки, которые стоят 300 рублей. Две штучки. За один сезон. Это было, конечно, очень обидно. Вот. При таком, если вдруг вы хотите подстраховаться, да, там, от всякой там хищницы, которая имеет зубы, при таком поводочке вы никогда не потеряете приманку. У нее процентов скрываемости нулевой. Просто нулевой. Она замечательно делает. И плюс по своей весовой категории она весит совсем не что. Здесь карабин, здесь замочек, плюс трос. Это все-таки какой-то имеется свой вес. Эти поводочки, конечно, можно приобрести в нашем магазине. Вот буквально здесь какое-то определенное количество поводков. 100 рублей. Так что заходите, приобретайте. И не теряйте свои приманки. Самое главное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует... Субтитры Алексею Дубровскому.